Дарт Вейдер Немногие из приезжающих в Берлин туристов знают о существовании мышиного бункера. В этом немалая заслуга городских властей, которые отказываются присваивать ему статус памятника. Совсем другого мнения историки архитектуры и энтузиаст-любители. Они вот уже 10 лет борются за сохранение сооружения, считая его одним из выдающихся артефактов стиля брутализм. Вообще-то архитектор Герт Хенска вместе с женой Магдаленой делал чисто утилитарный проект. С самого начала сюда планировали поместить центральную лабораторию Берлинского университета для проведения экспериментов над животными. Поэтому даже те элементы мышиного бункера, которые выглядят непонятно и странно, кроме желания удивить публику, несут еще и функциональную нагрузку. Например, длинные синие трубы, ощетинившиеся по бокам здания и придающие ему сходство не то с линкором, не то с тем же космическим кораблем имени Джорджа Лукаса. Они, между прочим, обеспечивают вентиляцию помещений. Треугольные окна, облепившие стены угловатой бородавки, словно уклоняющиеся от лучей солнца, тоже неспроста. Для биологов и людей, работающих с различными препаратами, любой источник тепла – лишний реагент. Поэтому у них свои требования к объекту. И те, судя по всему, хорошо легли в модную когда-то архитектурную струю. Строительство здания началось в 1971 году. И вряд ли кто-то мог предположить, что работа затянутся на долгие 10 лет. В результате смета выросла с 4 миллионов дойч-марок до поистине космических 120. Вы только представьте себе, то время и эти деньги. Такого не позволяла себе даже самая передовая социалистическая экономика Восточной Германии. А тут, ну просто какой-то шабаш распильщиков и казнокрадов. Невероятно медленные темпы работ дали повод местным шутникам даже высказать конспирологическую версию событий. Дескать, не столько строили, сколько делали вид. Устрашающие формы лаборатории, согласно их суждениям, должны были отбить охоту у СССР и его союзников посягать на рубежи свободного мира. Шутки шутками, но холодная война была в разгаре. А вот использование здания по назначению стало поводом для куда более серьезных обвинений в садизме и жестоком обращении с животными. С гуманистических позиций это может и оправдано. Более 222 тысяч мышей, крыс, собак, овец, кур, лягушек прошли через стены лаборатории за время ее существования, благодаря чему и родилось неофициальное название «мышиный бункер». Но, с другой стороны, проводя над ними опыты, ученые и студенты бились над решением важных научных вопросов. Ни о каком упоении насилием не может быть и речи. Словом, вопрос дискуссионный, и решали его не один год. Лишь недавно, уже после того, как лаборатория перешла в подчинение Центра Шарите, от опытов над животными отказались окончательно. Со временем и само здание оказалось ненужным городу. На его месте решили построить жилой комплекс. По данным СМИ, первоначально датой сноса значилось начало лета, потом ее перенесли на конец осени 2020 года. С дедлайном не определились до сих пор. Коронавирус и карантин сломали многие планы. Защитники сооружения этому только рады. Правда, ничего конструктивного со своей стороны они пока не предложили. Потереди из желающих ощутить себя Дартом Вейдером в прикованном к земле космолете нет. Под офисы его тоже никто не торопится использовать. Зато деревья и кустарники уже вовсю осваивают бетонную прерию объекта. Да еще изредка заглядывают сюда фотографы, любители необычной фактуры. Если удастся обмануть немногочисленную и ленивую охрану, они обязательно раздобудут десяток других кадров, по которым несложно понять, что здание даже без посторонней помощи достаточно уверенно движется по пути саморазрушения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова